Здравствуйте, друзья! Февраль — достать консоль и плакать. Или радоваться, если посмотреть наш выпуск и убедиться, что даже в отсутствии громких релизов в календаре можно найти интересные инди и проекты среднего бюджета. Авторы Subnautica выпустили полную версию Moonbreaker по шаговой стратегии с раскрашиванием миниатюр. Версии 1.0 улучшили одиночный режим и редактор персонализации бойцов, а также добавили новых юнитов. Проект называют скрытой жемчужиной и советуют всем поклонникам настольных варгеймов. Покинул ранний доступ и симулятор бога The Universum. Кто-то жалуется на однообразие, но многие говорят, что это лучшее, что случалось с жанром со времен спор. Имеется текстовый перевод на русский. Стартовала в раннем доступе ролевая песочница Unfortold Witchstone во вселенной создателя забытых королевств Эда Гринвуда. В ней есть пошаговые бои, стелс, редактор персонажа, а главное — множество динамических систем, заставляющих мир меняться буквально от каждого решения пользователя. Пока игра сырая, но покупатели рассмотрели в ней хороший потенциал, так что фанатам жанра стоит взять ее на заметку. Российский разработчик Александр Решетников, создавший хоррор сентябрь 7-го, выпустил еще один атмосферный ужастик под названием «Я считаю до шести». На часовую прогулку по проклятому дому приглашают в Steam. Для скучающих по легенде Киранди и другим классическим квестам в магазин Valve завезли сюрреалистический квест Twilight Oracle. Игроки хвалят в нем буквально все — от сюжета и юмора до стилистики и озвучивания. Если не отпускает ностальгии по ранним свиткам, приглядитесь к Dread Delusion. За полтора года в раннем доступе ролевая игра с угловатой графикой в духе первой PlayStation успела покорить многих геймеров. Недавно она получила крупнейшее обновление с новым регионом — тоталитарным заводным королевством. Завтра Atomic Heart обзаведется вторым сюжетным дополнением. Если первый аддон берет за основу короткую концовку основной игры, то «Узник Лимбо» продолжает событие после длинной. Пользователи смогут с головы погрузиться в знакомое сюрреалистическое измерение с перевернутой логикой. Вдобавок к платформингу и головоломкам обещают полноценные сражения, новых врагов, оружие, мини-игры и отдельную прокачку. В тот же день в Steam появится приключенческая головоломка «Клэм» про исследование загадочного дома с помощью странного блокнота. Мрачное пазлвание от авторов Агата Найф уже отметилось наградами на инди-фестивалях. Текстовый перевод на русский прилагается. В тот же день в раннем доступе Steam выйдет симулятор управления танковым заводом Armstrait Tycoon Tanks. Игрокам предложат контролировать весь процесс от исследований до поставок, включая тестирование машин на поле боя. 8 февраля пользователи примерят на себя роль Инквизитора. Исследовать мрачный город Кёнигштайн и жуткое Подмирье, ввести расследование и сражаться в экшен-приключения The Inquisitor можно будет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Решения героя определят, каким путем он пойдет — сострадание или возмездие. Подтверждены русские субтитры. Еще один релиз четверга — кооперативный шутер Helldivers 2 для ПК и PlayStation 5. В команде из четырех адских десантников игроки понесут за пределы земли свободу, мир и демократию, для надежности прихватив с собой огромный арсенал оружия, брони и стратагем, мощных средств защиты и наступления из первой части, которые вызываются при помощи комбинаций клавиш. При этом разработчики не навязывают агрессивный стиль. При желании можно не бросаться в атаку, а разбираться с врагами с безопасной дистанции. В этом случае аккуратность не помешает, ведь коварный огонь по своим никуда не денется. Кроссплей и текстовый перевод на русский в комплекте. Напоследок напомним, что на PlayStation 5 вышла Silent Hill The Short Message. Она совершенно бесплатна и на удивление неплоха. Подробнее читайте в рецензии Алексея Лихачева по ссылке в описании. Не забудьте поставить лайк и до встречи в следующем выпуске Games Blender, друзья!